Всем привет! Мы расскажем только самые интересные и актуальные новости. Сегодня с вами я, Марина Крылова. Начинаем наш выпуск. Универ-ТВ исполняется 5 лет. Какие итоги можно подвести? В Владивостоке прошел Восточный экономический форум. 7 сентября в КФУ приехал американский гроссмейстер Тимур Гореев. 9 сентября свой юбилей справляет единственный в России круглосуточный студенческий телеканал Универ-ТВ. Какие итоги можно подвести за 5 лет его работы, расскажет Аделя Шамилова. Насыщенный на события 2017 год для медиасферы Казанского федерального выдается сплошь на пятерку. В один год совпали сразу две важные даты для всех медийщиков КФУ. А именно, 55 лет, как альмаматор начала готовить журналистов высокого профиля. Соответственно, 50-й выпуск дипломированных медийщиков. И, конечно же, пятилетие университетского телеканала Универ-ТВ. Что тут не говори, но 5 лет – это срок. Без ценной опыта и достижения студенческий телеканал был создан решением ректора Казанского федерального университета. И на то время это было довольно нестандартное решение. На вузовском пространстве нет такого больше профессионального телеканала, который бы вещал как в эфире, в кабеле, так и в интернете. К тому же в пакетах ОТТ-провайдеров по всему миру, у которого есть подписчики. И хотел бы сказать, что мы были первыми в республике, кто вышел в формате Full HD, начали вещать. И, кстати, это тоже было не случайно, потому что ректор настаивал на том, чтобы было построено телевидение университетское. На современной технологической основе был построен телеканал. Ежедневно, не отрываясь от учебы, студенты получают опыт создания телевизионных программ и их трансляции. Многие из них особенно полюбились зрителям. Например, проект «Громкие рыбы» продолжает привлекать внимание молодежи. Мы снимаем юмористические скетчи, всякие погоди, музыкальные смешные клипы. Ну и в том числе привлекаем студентов Казахского университета. В целом у нас талантливые студенты, талантливые молодежи. Да мы сами молодежи, что такое вообще? Мы сами молодежи. Но не только юмористические музыкальные ролики полюбились зрителям. Еще бы, например, научно-образовательная программа «Акцент» с доктором политических наук Юрием Алаевым, который с пристрастием анализирует научные, общественно важные и сенсационные темы не только с представителями университета, но и громкими медийными личностями, чьи имена известны на всю страну. Конечно, было очень любопытно поговорить с коллегами по цеху, с такими, например, как Алексей Алексеевич Венедиктов, или Венник, как его зовут, в наших журналистских кругах. Когда он был здесь, мы с ним, с Анатолием Максимовым, я считаю, был достаточно содержательный, интересный эфир. Также свою программу ведет и директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. В программе «Смотрите сами» Леонид Толчинский рассматривает и анализирует обзоры самых последних новостей страны и мира. Более того, в этом году шоу-рум Высшей школы журналистики и медиакоммуникации буквально засверкал созвездием медиаперсон. Студенты не упускают уникальной возможности посетить столь необычные мастер-классы. Вот Михаил Казиник, известный популяризатор музыки, это главный редактор «Эхо Москвы» Венедиктов, это звезды шоу-бизнеса, Басков, Николай Басков, который здесь, согласитесь, совсем по-другому себя уже раскрыл. На страже самых важных научных, университетских, младежных и социально значимых событий стоит новостная программа «Универньюз», которая ежедневно и круглосуточно выходит в прямом эфире. Также в структуре медиахолдинга работает полноценное международное радио. В 2016 году нам посчастливилось съездить в Германию, у нас был обмен опытом. Мы переняли такой опыт и сейчас мы вещаем в формате международной радиостанции. Похоже, что все эти годы студенческий телеканал «Универ ТВ» времени зря не терял. Здесь сформировалась большая команда из опытных технических профессионалов и молодых талантов. Это широкая инфраструктура, позволяющая сверкать новыми идеями, пробуя сделать то, что когда-то казалось невозможным. Аделя Шамилова, Владислав Пихневский, Роман Самарин, Универньюз. Россия вновь приоткрыла свою дальневосточную сокровищницу для иностранцев. Минувший четверг в Владивостоке завершился Восточный экономический форум. Что на нем обсуждалось, расскажет Денис Панкратов. В последние несколько дней внимание всего мира было приковано к Владивостоку. В столице Приморья два дня проходил Восточный экономический форум. Его значение для региона трудно недооценить. Так, только за прошлый год иностранцы вложили в Дальний Восток почти 2 триллиона рублей. В этом году форум посетили и мировые лидеры. Президенты Южной Кореи и Монголии, а также премьер-министр Японии. Особый ажиотаж среди журналистов вызвал внезапный визит северокорейской делегации. Два дня участники форума и журналисты тщетно пытались разыскать хотя бы одного представителя КНДР. Пленарное заседание форума традиционно открыл президент Российской Федерации Владимир Путин. Уважаемый господин Мунджиин, уважаемый господин Батулга, господин Синзо Абе, наши уважаемые ведущие, дамы и господа. Я рад приветствовать всех участников и гостей Третьего Восточного экономического форума во Владивостоке. В этом году у нас собрались гости из более чем 60 стран. Признателен всем вам за интерес к российскому Дальнему Востоку, к его настоящему и к его будущему. Форум экономический, но место нашлось и для политических обсуждений. Пока гости форума приценивались и выбирали объекты для инвестиций, президенты России и Южной Кореи обсудили самую острую проблему – новый корейский кризис. В ходе переговоров Владимир Путин заявил, что Россия не признает ядерного статуса Северной Кореи и осуждает их за нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Однако позже российский лидер подчеркнул – решить проблему только санкциями и давлением невозможно. Россия предложила решить проблему с помощью создания совместных проектов в области энергетики. На вопрос о том, возможно ли такая кооперация между идеологическими противниками, ответил заведующий кафедры политологии КФУ Олег Зажнаев. Дело в том, что сама Северная Корея крайне заинтересована в экономическом сотрудничестве любом, потому что страна работает исключительно на оборонку, уровень жизни крайне низкий, люди прозябают в нищете, она нуждается во всем абсолютно. Поэтому какие-то интересные предложения, которые могут быть сделаны со стороны России, они могли бы выступить неким пряником для попыток решения проблем. Но пока, безусловно, говорить о том, что будет построена магистраль железнодорожная, которая пройдет через Северную Корею, или газопровод пока чрезвычайно рано. Ситуация настолько сегодня обострена, что северокорейцы не хотят идти пока ни на какие наговоренности. Третий по счету форум закрылся 7 сентября. По его итогам в Дальний Восток вложили 1 триллион рублей. Из них часть на строительство платной дороги в Абезхабаровска и на строительство завода двигателей под маркой Мазда. Денис Монкратов, Владислав Михнецкий, Универньюз. Казанский федеральный университет посетил американский гроссмейстер. Какой рекорд поставил шахматист и что он делал в шоуруме высшей школы журналистики, смотри в сюжете Олега Кашина. 7 сентября в гости Казанского федерального университета приехал чемпион мира по слепым шахматам. Тимур Гореев – американский шахматист, установивший новый мировой рекорд. В конце 2016 года он сыграл в слепую на 48 досках в университете штата Невада в Лас-Вегасе. Шахматы в слепую – это мое хобби. Это тем, что я люблю заниматься прежде всего. Поддержка формы, игры с другими сильными шахматистами без этого никак. Мировой рекорд занял 19 часов последний, когда я играл 48 досок одновременно в слепую в Лас-Вегасе, в Неваде. Тоже было мероприятие в университете. Тимур Гореев – частый гость столицы Татарстана. Около года назад в Казань переехал отец гроссмейстера и другие родственники, имеющие татарские корни. Гроссмейстер сыграл уникальный матч-шоуруме высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Шахматист провел сеанс игры в шахматы в слепую на трех досках. Его соперниками были ученик 7-го класса IT-лицея КФУ Ирик Галиев, студент 3-го курса Института физики Руслан Хамзин, а также профессор кафедры математического анализа Института математики и механики Ильгис Каюмов. И также с велотенажером экспериментации с разными параметрами. Допустим, сегодня мы пытаемся сыграться с часами, где будет определенное количество времени на часах по 10 минут. То есть это определенный лимит, да? Если не попробовать, то не узнаешь, как быстро, как можно. Есть, конечно, страх, что что-то не получится, что проиграешь. Гроссмейстер играл, крутя педали велотренажера для поддержания концентрации и ритма игры. Тимур Гореев признал свое поражение в партии с преподавателем. Матч завершился победой международного гроссмейстера со счетом 2-1. Олег Кашин, Ленар Довлисьяров, Универньюз. На этом у меня все. Будь всегда в теме с Универньюз. До новых встреч!